Рождество Христов И основание его — это Божья любовь. Бог — любовь, а подлинная любовь, она не замыкается на себе, она непременно обращена к тому, кого ты любишь. И подлинная любовь непременно воплощается. То есть, если ты думаешь, что любишь кого-то другого, но при этом сидишь себе на диване, уткнувшись куда-то в свои гаджеты, и ничего не делаешь для того, кого ты любишь, то это не любовь, а самоуспокоенность, себелюбие. И подлинная любовь, она непременно в чем-то выражается, в каком-то действии ради того, кого ты любишь. И вот в Священном Писании мы знаем, что Бог есть любовь. И вот эта любовь и выразилась в том, что Бог воплотился. Он пришел в этот мир ради нас. Он становится таким же, как и мы, чтобы мы стали такими, как Он. Вот как говорили об этом древние святые отцы, «Сын Божий стал сыном человеческим, дабы сыны человеческие стали сынами Божьими, сынами Божьими по благодати». То есть, восприняли благодать Господа, уподобились Господу в добре, истине, премудрости, и наследовали вечное Божие царство. И вот из Священного Писания мы знаем, как прошло событие Рождества Христова, и Спаситель рождается в простых условиях, совершенно непригодных для рождения маленького ребенка. Он приходит в мир и рождается в пещере. И вот эта пещера, которая и на иконах изображается, как нечто такое темное, сумрачное, это образ нашего темного мрачного мира, потому что, по свидетельству евангелиста Иоанна, свет пришел в мир. Наш мир исполнен грехов, наш мир исполнен, к сожалению, ненависти, злобы, но даже самый злой человек ценит именно любовь. И каким бы злодеем ни был человек, он понимает, что в этом мире нет ничего выше любви. И многие злодеи исправляются именно тогда, когда чувствуют тепло любви. И вот это тепло Божьей любви пришло вместе с Господом Иисусом Христом. И вот мне вспоминается, как сохранились вот такие записи из жизни известного завоевателя Наполеона Бонапарта. Пока он пытался реализовать свои военные планы, ему некогда было особо думать о духовных вопросах, но когда у него по промыслу Божию все порушилось, и он был сослан и находился уже в заключении на острове Святой Елены, то там он стал много читать священное писание. И к нему приезжали генералы, которые его когда-то знали, и они записывали беседы с ним. И вот как-то запечатлелась такая беседа, в которой Наполеон признавался, что он говорил, вот посмотрите, за счет чего основывались основные империи мира. Они основывались за счет насилия. Александр Македонский, Кесарь Август, Карл Великий и я сам, да, мы создавали огромные империи, но эти империи создавались за счет насилия, и только Иисус Христос свою империю, вот так христианство называл Наполеон, он создал за счет любви. И вот эта любовь, она растапливала холод человеческих сердец. И вот эта любовь служит основной духовной силой, которая преображает каждого, ну, кто вот с искренним сердцем и берет в руки Евангелие. И вот эта любовь и есть основная сила христианской веры, которая проходит сквозь историю, когда бывшие гонители становились исповедниками веры Христовой, те, кто предавал и изменял, вдруг становятся верными, чадами Божиими. И именно любовь Божия, она и привлекает людей, и утверждает их вере. И вот Рождество Христово — это и есть воплощение Божьей любви, потому что сам Бог, который есть любовь, Он воплотился и родился на земле. Он становится человеком. И вот в этом удивительной тайной Божией, о которой много размышляли святые отцы, как так, что Господь Бог, Который всемогущ, всеведущ, Который не вмещается в нашу вселенную, и вдруг Он рождается, как маленький ребенок, которого на руках нянчит его мама, Он сам по своему божеству, Он вне нашего мира, потому что мир не может заключить в себе безграничного Бога. Но Он рождается, как маленький ребенок, и Его нянчит и пеленает, и убаюкивает его мама. Он по божеству неописуем, но как человек Он принимает участие в переписи населения. Он превыше каких-то земных чувств, страданий. Но Он становится человеком и принимает всю меру страданий, которая полагалась нам людям. И вот в этом как раз тайна Божьей любви, потому что истинная, подлинная любовь, она выражается в сострадании. А сострадание — это желание и возможность, и соучастие в страданиях тех, кого ты любишь. Вот Господь для того, чтобы поучаствовать в наших страданиях и воспринять их на Себя, Он и рождается в этом мире, как человек, и проходит весь земной путь, начиная вот с этой сумрачной пещеры. И вот мы знаем из Евангелия, что к новорожденному Христу сначала приходят пастухи, простые вифлеемские пастухи, которые пасли той ночью скот. Иногда встречается критика, что как это так, зимнее время, как могли они пасти там скот. Но дело в том, что иудейская зима, вот в тех местах в Израиле, зима — это совсем не русская зима. Там нет таких снегов и льда. И когда я сам лично жил на Святой Земле, то в декабре и в январе на Еленской горе я видел там вот есть такие места, которые покрыты зеленой травой. И я сам видел в конце декабря, как там паслись овечки. И в то время действительно тоже пасли стада и зимой, и в ночное время. Почему так? Потому что всегда вот жертвенных животных и овечек, как жертвенных животных, их пасли круглосуточно фактически, и ночью в том числе, потому что всегда приносились в храме жертвы. Для этого и пасли вот этот скот. И вот сначала приходят пастухи, которым является ангел, и возвещают им, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И они идут и обретают богомладенца Христа. А потом приходят и волхвы из далеких стран, которых руководила чудесная звезда, и, как, кстати, толкует святитель Иоанн Златоуст, вот эта вот звезда, чудесно ведшая волхвов ко Христу, на самом деле это была ангельская сила, вот как некогда богоизбранный израильский народ. Его из египетского плена вел сам Господь, и он вел в виде огненного столпа ночью, и облачного столпа днем. Вот так теперь звезда, как божественная сила, а именно ангельская сила, ведет вот этих волхвов поклониться Христу и принести ему дары. Золото, ладан и смирну. Золото, как царю, потому что Спаситель и есть истинный Царь, который учит нас освобождаться от рабства греху и приобщаться Царству Божиему. Ладан, как Богу, ибо истинный Бог и есть Христос, воплотившийся на земле, и смирну, как истинному человеку, который пришел, чтобы принять за нас смерть. Потому что смирна, как благовонный такой вот состав, он в те времена, не только у иудеев, вообще на Востоке, он смирно употреблялся при похоронных церемониях, когда тело почившего предстояло похоронить, и его умощали вот этими благовонными составами. Вот смирна, как некое предсказание на искупительную смерть Господа, она тоже была преподнесена, и Божья Матерь это сохраняла. И вот, конечно, здесь было такое пророческое предсказание, что Он истинный Бог, Спаситель, что Он истинный Царь, и Он истинный Человек, который умрет за наши грехи. Да, но вот в этом образе пришедших сначала пастухи, а потом волхвы, на самом деле мы видим в каком-то смысле образ всего человечества. Почему так? Пастухи — это символ простых и неученых людей, тех людей, которые, ну, не получили по тем или иным причинам каких-то высоких знаний. И в истории не все имели возможность получать образование. Но простые такие вот некнижные люди тоже призываются ко Христу. И вот они были пастухи, мы знаем, что многие святые, например, святитель Спиридон Тремифунский, он тоже был призван из простых пастухов. И среди преподобных, например, святой Антоний Великий, он был абсолютно неученым человеком. Но каким высоким по уровню духовной жизни он стал. Так что в дальнейшем последующие поколения монахов руководствовались наставлением преподобного Антония. А волхвы — это символ ученых людей, потому что и те люди, которые ищут земной мудрости, те люди, которые ищут такого человеческого просвещения, они именно во Христе и могут найти полноту мудрости. Вот как это было, например, со святым Иустином-философом. Он был профессиональным философом своего времени. Жил он в первой половине II века. И он прошел различные философские школы, и только когда встретился с одним христианским старцем, он открыл для себя подлинное ведение. Оказывается, истинная мудрость подается в Евангелии. И впоследствии святой Иустин говорил, что христианство — это и есть единственная истинная философия, потому что христианская вера дает ответы на все вопросы, в частности, на вопрос о смысле жизни. Какой смысл в жизни, если ты навсегда можешь погибнуть и сгореть в аду, а Христос спасает нас от ада? Поэтому, если хочешь жить вечно, будь со Христом. Ибо Христос — это и есть подлинная любовь, это воплотившаяся Божия любовь. И потому Евангелие — это единственная книга, которая поражает своей высотой добра, любви, чистоты. Ни в одной книге этого невозможно найти. И встреча с Евангелием, вот как в жизни Достоевского это произошло, что поначалу Достоевский придерживался революционных взглядов, а когда оказался в заключении, взял в руки Евангелие. И там вдруг он увидел, что просто вот нигде, ни в одной книге, ни в одном литературном произведении не можно увидеть вот такой удивительной высоты и нравственной высоты, которая открывается в Евангелии. А Евангелие — это что? Это образ Христов, потому что Христос — это и есть воплощенная Божия любовь. Вот, дорогие братья и сестры, это самое главное, о чем нам говорит праздник Рождества Христова, что Господь, Который есть любовь, Он с нами на земле. Он есть подлинная вечная жизнь, и Он воплотился, чтобы этой вечной жизнью поделиться с нами. Он есть подлинная истинная любовь, и Он пришел в этот мир, чтобы и нас согреть этой любовью. Поэтому, в общем-то, люди святые, про которых мы знаем, преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, Блаженная Матрона Московская и многие другие, вот почему к ним все тянулись? Потому что чувствовали в них любовь. А вот эта вот удивительная любовь была в них по той простой причине, что они были причастны Господу Иисусу Христу. Это была уже не простая какая-то человеческая любовь, а любовь духовная, любовь вечная, Божья любовь. И даруй Господь всем нам стяжать вот эту вот любовь, которая обретается только в Господе Иисусе Христе. Он ради этого и пришел в наш мир. С праздником вас, дорогие братья и сестры!